В нашей школе будет присвоено почетное имя Владимира Николаевича Забродина. И думаем, что все ученики нашей школы, все наши коллеги будут гордиться тем, что наша школа будет носить это имя. И сегодня наш митинг посвящен открытию мемориальной доски на здании нашей школы. Спасибо большое всем, кто пришел попрестуствовать на этом сабыннике. Поэтому будущему поколению, выпускникам школы на земле, есть чем расститься, из кого брать пример. Хоть эта память будет для нас совершенцами, и у выпускников, как и являетесь я, в данной школе, останется навсегда и будет примером, который восключит нам в жизни. И как по примеру вы видите, закончил школу, учился он неплохо, хорошо закончил, поступил в техникум новосибирский. Закончив его, его сразу же призывают на курсы. Пройдя подготовку, значит, полгода, его отправляют в горячую точку. Ну и не прошло даже месяца, как не стало Володе, как оборвалась его жизнь в 19 лет. Привезли, конечно, его сюда. Всем было очень тяжело, родственникам. И все, конечно, горе сблизилось. Пришли все на помощь родителям. Помогали, как смогли. Поговорили, с имечностью все. Приезжали представители с тем, с кем он служил. Потом, даже спустя много лет, приезжали также его сослуживцы, посещали кладбище. Ну это, конечно, сословки Константина. Она не раз встречала их там, как они, ну, сопереживали, рассказывали о днях, конечно, небольших, что они провели вместе. Но их сдружила вот эта война, и они до сих пор помнят. У Володи, конечно, осталась и дочь, которая живет в Новосибирске. Ей где-то уже 28 лет, этой дочери. Знает она о папе. Приезжала, пока дедушка с бабушкой были еще, и приезжали к ней. Ну что хочется пожелать юному поколению? Ну, конечно, учиться хорошо, чтобы учиться и учились хорошо. Примеров в вашей школе очень много, которые прославили данную школу и учебой, и подвигами своими. Так что будьте достойны их. Нас бросала на доты не раз непреклонная доблесть героев. Верность, доблесть, отвага и честь. Эти качества не на показ. У отчизны героев есть честь. Время выбрало нас. Время выбрало нас. Время выбрало нас. Именно так говорили солдаты и офицеры. Погибая, защищая детей и стариков. Погиб и выпускник нашей школы, воин-интернационалист Владимир Забродин. Но память о нем жива. В музее Черношевска хранится альбом, посвященный герою. В школе учрежден переходящий выемпел памяти Владимира Забродина, ежегодного смотра песней и строя. Распростернется, небо на земле. Солнце здесь, газа темнее там. В память все свивается. Тот июльский день стремясь до страны. Снова ильхова пыль. Я в карту, где вертушка сбросила отряд. И Володя вскочил там с утра, чтобы слонить с собой отряд. И голубой берет расцвелся. Кровью парня, в 19 лет. И в губке, в гостях, в гостях, и есть портрет дочери. А над нами, а над нами, небо синим шелком. И заря богула, вежный зной, только в терянь. Только нам пошел урок, суровый урок. Слово предоставляется начальнику управления образованием Володиной Наталье Леонидовне. Я останусь вам поблить, чтобы меня хорошо было. Уважаемые друзья, сегодня день очень знаменательный. И знаменательный он не только для этой школы, для вас, но и для всего бывшего Советского Союза и для всей России в целом. 15 февраля прошло ровно 25 лет после полного вывода советских войск из Афганистана. Мы очень мало с вами говорили о афганской войне. И вот сейчас, с вашего позволения, я вам чуть-чуть напомню об этой войне. 12 декабря 1979 года на заседании Поретбюро ЦК КПСС принято решение о вводе советских войск в Демократическую Республику Афганистан. Решение приняли 4 человека. Среди этих 4 людей были Андропов и Брежнев. Каковы же причины? Официальные причины таковы. Не допустить агрессии извне. А самое главное, укрепить южные границы Советского Союза через установление дружественных связей с Афганистаном. Не правда ли причины надуманные и воздушные? До сих пор наши историки не могут понять, что же по-настоящему руководило нашими политиками. В этой войне... Устал от памяти, с памяти плохо. Вот здесь вот записной книжице. Буквально сегодня взял. Это двух кусочек написал. Я дал прочитать то, что вы сказали. Вот здесь в ней написано. А раз это написано, значит это в душе. И поэтому сегодня четверть века вывода войск из Афганистана. Я не знал волю Забродина. Но вот воле судьбы пришлось побывать на его похоронах. И поэтому вот сегодня, а это уже время и дата, 25 лет прошло. И то, что сегодня происходит, вот открытие мемориала его памяти, доски памятные на школе, в перспективе, а это хороший знак, если школа будет названа его именем, конечно. Это положительные моменты в развитии нашего общества. Был подъем в 70-е, 80-е, потом в патриотизме спад, афганская война, чеченские войны. Все порушили, сейчас это восстанавливается. Я думаю, с открытием этого памятной доски, я скажу, это мемориал в рамках поселка, да, значит, память в его лице, в наших душах, в подрастающем поколении, будет только приносить пользу нашему обществу и быть на благо нашего Господа. Он был сейчас на подвигу готов. Он вряд ли думал, что года пройдут, и подвигом тот шаг вдруг назовут. Все проще, по-другому он не мог. Он жил священным этим словом долгом. Слово предоставляется первой учительнице Владимира Забродина, Великвенко Елизавете Ивановой. Слово предоставляется однокласснице Владимира Забродина, Татьяне Павловне Савченко. Уважаемые присутствующие, 18 лет, которые для меня и для моих одноклассников были в далеком, в 1982 году, знаменательны тем, что нам открыты были все дороги. Мы мечтали. Мечтали закончить школу, получить образование, поступить затем на работу. Мечтал об этом один из самых красивейших парней нашего класса Ивовка Забродина. Он и Андрей Евдохимов, его друг, одноклассники, после окончания школы поступили в новосибирский годный технику. Парни были романтиками, мечтали увидеть страну. Но в жизнь, в Володе, вошло страшное слово «война». В ту пору, а именно «мирного времени» слово «Афганистан» было для нас страшным, непонятным. И провожать в армию материал своих сыновей было очень и очень тяжело. Володя ушел служить в армию из Новосибирска. Попал в учебную часть, а затем в Афганистан. Второй бой был для парня последний. Оборвалось все – мечты, учеба, работа, а самое главное – жизнь. Володя прожил всего 20 лет. 30 тесник – его нет с нами. 13 июня 1984 года Володя погиб. Похоронили его здесь, на нашем Чернышевском кладбище. Похоронили и забыли. Жизнь продолжалась. Я и мои одноклассники закончили учебное заведение. Устроились на работу, создали семьи. У многих сейчас выросли дети, а у некоторых уже и внуки. Наш класс под руководством удивительнейшего человека Ангелина Макаровна Гребенщиковой, автор стихов о Володе Забродине, о Забродине, которые прозвучали только что, был очень дружным. Мы и сейчас больше не одноклассники, а, наверное, родные. Нас связывают столько лет общих. Слали отпечатанное письмо, которое сейчас находится в нашем Чернышевском музее. Они описали события того страшного дня, как знали, как могли в то сложное время. Сегодня, в преддверии пятидесятилетия родной школы, моя мечта и мечта моих одноклассников, вот там, молодые, красивые ребята, под пятьдесят нам уже, наша мечта сдулась. Мы увекомечили память нашего друга, нашего одноклассника, погибшего в 1984 году и закончившего в 10-м в классе 1982 года школу 078. Я хочу от имени всех нас здесь присутствующих выразить огромную благодарность руководству школы «Семьдесят восемь». Лично Забириной Ирине Александровне, воплотившей эту мысль, воплотившей ее до сегодняшнего дня всех тех, кто морально и материально поддерживал руководство для того, что в этом событии сегодня произошло. Низкий процент покор, вечная пакет нашим героям. Огонь! Мы умеем победы больше, чем года. Как трудно умереть, чтобы остаться. Остаться в наших душах навсегда. Нет, мужества случайным не бывает. Оно в душе солдата родилось. Когда он о друзьях не забывает и сродни на себя не мыслит врозь. Смотрю, смотрю в его лицо родное печальное теле между двух дат. И верю я, что только так и стоит жить на земле, как жил на ней солдат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова